Доброе утро! Сегодня мы увидим самый красивый залив в Европе, Бока-Которский. Посетим древний город Котор и посмотрим на огромный лайнер в порту. Если вы едете в Котор с юга, то до него можно добраться двумя дорогами. Либо вдоль Бока-Которского залива, либо через паромную переправу. Вот только первый путь у вас займет 40 минут, а переправа всего 4 минуты. Вопрос только в оплате. Если вы передвигаетесь на автомобиле, то вам необходимо купить билет. Он стоит 4,5 евро. И после этого заезжать прямо туда. Если вы обычный пешеход, то вы можете проехаться бесплатно. Туристические справочники рекламируют Бока-Которскую бухту как самый южный фьорд в Европе. Но это не более чем рекламная уловка. Которский залив это в древности ушедший под воду речным каньон, благодаря чему в бухте довольно глубоко, а дно у берега резко уходит вниз. Большая глубина и отсутствие постоянных течений делают бухту идеальной для судоходства гаванью. Бока-Которский залив поражает своей красотой. Невозможно приехать в Черногорию и не посетить этот залив. Вообще он ходит в топ 25 самых красивых заливов мира и считается самым красивым в Европе. Каждый день в Которскую бухту заходят вот такие огромные круизные лайнеры. Когда люди спускаются вниз с него, по трапу они кажутся маленькими муравьями. Согласитесь, размеры этого лайнера впечатляют. Котор очень древний город. Он помнит еще римлян с их непобедимыми легионами. На какой-то срок он становился и городом-государством, потом превращался ненадолгое время в республику. Он помнит и греков, и римлян, и византийцев, болгаров, сербов, черногорцев. Он не раз сгорал дотла и был восстановлен вновь. Но самое большое влияние на Котор оказали итальянцы. В те времена, когда город входил в состав Венеции, он приобрел именно тот самый вид, который мы видим здесь сегодня. Рынок, который находится рядом со Старым Градом в Которе, работает всего несколько часов в день. Но зачастую цены здесь гораздо выше, чем в магазине. Давайте, например, узнаем, сколько здесь стоят помидоры. Сколько это стоит в Парадайзе? Это не по евро, а вот 50. Вот, например, помидоры здесь стоят евро 25, а в магазине стоят всего по одному евро. Голуби настолько невозмутимы и так привыкли к туристам, что не боятся абсолютно ничего. Ты можешь им сколько угодно кричать, стучать и все, что... Блин, короче, дофига народу. Несколько интересных фактов о Которе. Крепостная стена Старого Града Котора является второй по величине в мире после Великой Китайской Стены. Факт номер два. Котор называют городом котов. Здесь их невероятное количество. Их здесь любят, кормят, их изображают на всевозможных сувенирах, книжках, магнитах и так далее. Третий факт. Котор самое дождливое место в Черногории. Оказаться, здесь подождем у вас гораздо больше шансов, чем где-либо в Черногории. И четвертый факт довольно странный, но, как ни странно, в Которе больше всего сумасшедших в Черногории. Не знаю, как это связано с котами и с дождями, но вполне возможно, что так оно и есть. С церковью Святого Луки в Которе связана очень интересная история. Так исторически сложилось, что здесь, в Которе, католиков было больше, чем православных. И эта церковь изначально была католической. Но во времена войны с турками сюда переселилось очень много православных верующих. И тогда церковь разделили на две части. В одну часть поставили православный алтарь и богослужения проводились и по католическим обрядам, и по православным. Но потом со временем православные вновь ушли, и тогда церковь снова стала католической. А для православных, тех немногих, которые остались, построили отдельную церковь, которая стоит рядом. Церковь Святого Николая. Но потом и католиков стало меньше, а православных вновь стало больше. И тогда эта церковь в последний раз изменила свое вероисповедание и стала православной. Таким образом, на этой площади две православные церкви. Изучали Котор, Иван Иванов, Денис Петров, специально для Утреннего Экспресса. Котор, Черногория.